Всем привет! Только вчера я выпустил видео о том, что есть много хейтеров, которые пишут всякие различные, скажем, непотребные комментарии под моими видео, которые только спят и мечтают, чтобы все, кто приехали в Штаты, в частности, по программе U4U, чтобы они уехали, чтобы их выдворили, чтобы их выкинули, депортировали и так далее. Ну и в этом видео могу этим кадром сказать, что радуетесь, потому что новости для тех, кто сюда приехал по программе U4U, кто имеет статус гуманитарного, точнее, гуманитарный пароль, это не статус, там TPS статус и так далее, то сейчас у них могут быть большие проблемы, в частности, с продлением их не статуса, с продлением легального нахождения на территории США. Почему? Потому что вчера в ТикТоке-то я сидел, смотрел видосики и посыпались видео про то, что программу U4U закрывают. Закрывают, потому что администрация, которая сейчас будет управлять непосредственно, как бы, этой страной, в которой мы сейчас находимся, в США, то они очень сильно настроены против иммиграции, в частности, в основном, то против нелегальной иммиграции, но под сраздачу всего этого дела попадет, наверное, даже те, кто приехал сюда легально, потому что отменяются программы по возъединению семьи, там, где человек, допустим, является гражданином США, то он, допустим, женился, либо женилась, замуж вышла и так далее, и, соответственно, если такой человек прожил в США, с гражданином США 10 лет, то можно было получить сначала пароль, а потом, соответственно, получить грин-карту и таким образом религализоваться. Сейчас это остановили через суд, ну и, в принципе, уже очень много таких новостей, которые говорят о том, что, скорее всего, все будет печально для всех остальных. Ну, как печально, я, честно скажу, абсолютно не расстраиваюсь, потому что, как я все в своих видео говорил, всегда изначально, что мы здесь временно, то есть то, что мы приехали сюда по гуманитарному паролю, это лишь временное легальное пребывание, это даже не статус. И что может пройти такой момент, когда просто-напросто это все дело отменят, либо просто не продлят, и, соответственно, как бы, то есть люди, которые не нашли вариантов, как здесь остаться, там, либо, там, оформить какую-то визу, либо еще чего-то, либо, там, жениться, выйти, там, может, там, еще какие-то моменты, то получится такая история, что, по сути, когда у вас закончится ваш пароль, допустим, да, то есть у нас, условно говоря, до конца апреля 26-го года, да, вот мы приехали в начале мая, ну, это, говорю, до конца апреля, и, по сути, вот, как бы, после этого периода, скорее всего, продления уже никаких не будет. Ну, пока что это такое, чисто мое субъективное размышление, потому что стопроцентную информацию эту никто вам не даст, пока все это не начнет работать, и только будет видно, на самом деле, какая будет ситуация, как бы, по крайней мере, с нашей программой, или, в принципе, с нашим пребыванием на территории США, для тех, кто хочет оставаться на территории США, будет видно, наверное, уже где-то в начале 25-го года, там, тот же февраль, март и так далее, будет просто видно, действительно, какая будет политика всей этой администрации по поводу, там, людей, которые приехали сюда. Тут ситуация какая, что просто те люди, которые ехали по you for you, просто, чтобы точно здесь остаться, чтобы переехать часа, потому что, когда я смотрел многие видео, люди говорят, что мы переехали в США, я всегда говорил, ну, в смысле переехали, как бы, вы, как бы, на временном положении, как бы, здесь, и назвать это переездным, я, честно говоря, не называл бы это переездным, потому что, вот, пожалуйста, как бы, власть, как говорится, поменялась, как бы, и все, как бы, поменялись все эти взгляды, программы, там, и просто может наступить такой момент, по которому, там, вам могу сказать, что собирайте, чемоданчики и давайте езжайте. Понятное дело, что никто пинками, скорее всего, вас не будет выкидывать из страны, то есть это не будет так одномоментно, что вот только там вот вступили там, приняли там посты там и так далее, как бы и все, типа давайте, все, давайте покутить, собирайтесь-то в тот же день там и так далее. Но получается, что я думаю, скорее всего, будет каким образом, что та дата, до которой вы легально находите в США, скорее всего, вас там сильно трогать никто не будет, либо же там нас, либо меня же в том числе. И если, конечно, еще будет желание до конца этой даты оставаться в США, а не будет принято решение просто уехать раньше, ну просто, потому что, чтобы не ждать непонятно чего, вот, то просто вам могут не продлить эту дату и все. Допустим, в чем проблема, что многие там могут остаться там, допустим, захотеть остаться нелегально. Ну, мы видим, что, в принципе, к нелегальным мигрантам, да, к нелегальным, к нелегальным людям, которые нелегально находятся на территории США, США относятся там очень, скажем так, жестко, тем более, просто при этой администрации, то это может иметь там, скажем, довольно жесткие последствия, поэтому надо хорошо подумать просто, как бы вы хотели бы действовать. Ну, в общем, когда у вас закончится термин легального пребывания, по сути, с этим же термином заканчиваются у вас и разрешение на работу, и действие ваших водительских прав. Без водительских прав то вы ездить, по сути, не можете. В тикток я записывал видео, вот уже об этом говорил, внизу под видео есть тикток, так что подписывайся, следи за последними новостями, которые там выходят намного быстрее, чем я, соответственно, делаю это на YouTube, потому что на YouTube нужно сесть, снять, срендерить, смонтировать, там, выгрузить и так далее, то есть это все равно занимает какое-то время, поэтому в тикток внизу есть под видео, инстаграм точно так же, потому что подписывается. Ну, в общем, то есть есть разбор полетов уже там в Телеграме, по поводу там различных там нюансов, назначений уже сейчас-то у людей, у многих, которые подавались по You4You, да, у них очень большие задержки по получению travel authorization, как бы, и по сути многие говорят, что уже там ждут там месяц, два, там, три месяца, и нет никакого ответа и привета, и поэтому те, кто хотели приехать, США по You4You, ну, сейчас, наверное, уже смысла, я думаю, подаваться нет, потому что я думаю, по-любому оно все это будет закрыто, зарубано, аннулировано, там, и так далее, то есть, ну, либо там вы не получите, там, подтверждение, там, вас затянута там максимально по времени, вот, либо еще будут какие-то моменты, ну, короче, как я говорю, что государственная машина, если она хочет что-то сделать, то она делает, если она не хочет ничего делать, то она не делает. Как один человек написал мне в комментариях под видео, как раз вот про хейтеров, что, мол, типа, за что быть благодарным, там, в США, мол, ну, за то, что вам там дали документы, там, и так далее, и тому подобное, и сравнивать США, там, с Украиной, что попробуйте, типа, в Украине получить, там, документы, какой-то, там, легальный статус, если ты, там, иностранец, мол, это, короче, еще тот геморрой. Ну, я с ним абсолютно не спорю, то есть, скорее всего, наверное, так и есть, но я человеку сказал, что просто проблема в чем? Проблема не в самом механизме, и проблема, как бы, не в самой структуре, а проблема исключительно в тех людях, которые этим занимаются. Если дана какое-то указание устное, да, там, затягивать время, либо не спешить рассматривать дела, то, по сути, как бы, оно так и будет. И это не проблема в том, что система работает плохо, а проблема в том, что люди, которые в этой системе, соответственно, управляют этими всеми процессами, они специально, как бы, это делают. Ну, хороший пример, то я привел, что, опять-таки, тоже мы приехали по U4U, оформляли документы, по сути, мы за чуть ли не за пару недель мы сделали там все, что нужно. На ИССН, как бы, то есть, и подались там, ну, то есть, на эти, на права, на, на разрешение на работу я позже подал, как бы, ну, просто мы немножко не знали, как правильно это сделать, поэтому были какие-то задержки. Но сам факт того, что, в принципе, все это происходит очень быстро. В то же время люди, которые приехали из других стран, например, то те же, кто там пришли, допустим, в границу с Мексикой, допустим, из России, это имя что-то политического убежища, то они годами не могут получить необходимые документы для того, чтобы они могли, скажем так, полноценно вести свою деятельность здесь, свою жизнедеятельность на территории США. Я знаю людей, которые приехали из России, то только где-то через год у них это получилось сделать, и то это считается, что это быстро, а некоторые и намного дольше. Ну, то есть, это, по сути, есть указание, да, вот этим давать, вот этим не давать. И вот только исключительно вот в этой плоскости лежит, как бы, такая ситуация. То есть, если будет какое-то принято решение, вот эти все клерки будут это решение исполнять, то, ну, будет так. То есть, если бы вся эта машина работала, действительно, как она должна работать, как действительно, там, предполагает закон, там, инструкция и так далее, и тому подобное, как бы, да. Если бы было бы совестное отношение, именно что правильное отношение, как бы, да, тогда не было проблем бы, в принципе, ни в какой стране, then, все бы работало нормально, все бы документы делались нормально, быстро, четко и так далее. Но это, я говорю, про идеальный мир, которого не существует и которого в этой системе, по крайней мере, в которой мы живем, его точно не будет. Поэтому надеяться на какие-то там супер улучшения, ну, я не надеюсь и вам точно так же не советую. Ну, в общем, такая вот история с You4You, вот, похоже, что это было, как-то такой мемчик такой есть, типа, это была интересная история, как бы там, ну, что-то типа такого, и она, скорее всего, подходит к концу, вот, поэтому такая вот ситуация. Я, со своей стороны, что могу сказать, что я особо не расстраиваюсь, потому что я у всех в своем видео говорил, что мы здесь все временно, и вероятность того, что мы здесь останемся, то она, на самом деле, довольно-таки невысока, потому что я понимал, что это, ну, это не статус, это не гарантия там. Это иммиграция, либо еще чего-то, и это вообще не иммиграция, то есть это, как один человек написал, в принципе, правильно написал, типа, ну, по сути, мы приехали, как беженцы. Вот, эта программа, получается, как бы для беженцев в стране, в которой идет война. Вот, хотя многие люди из других стран, там, в частности, допустим, там, из Афганистана, которые здесь, в США, живут уже, там, более 10 лет или, там, 10 лет, они живут на статус ИТПС, как бы, да, им толком тоже ничего не дают, но легально, по крайней мере, их здесь старают, потому что, ну, в Афганистан возвращаться, я думаю, что в здравом уме, наверное, точно так же, никто бы сейчас бы не хотел бы, учитывая ситуацию, которая находится в этой стране. Ну, с Украиной, как бы, тут тоже очень сложно все предполагать, очень сложно, как бы, делать какие-то выводы, потому что, как я уже записывал несколько видео на эту тему, что, по сути, я уехал, потому что, потому что бардак, потому что беспредел, беззаконник, как бы, там, ты никто, и звать тебя никак, у тебя нет никаких прав, не соблюдаются законы, твои права, свободы и так далее. Вот, сейчас ситуация не особо сильно поменялась, хотя, вот, я уже вижу, опять-таки, в новостном фонде, в новостных лентах, что там, может, чуть ли там нет языка собираются расформировать, хотя, я тоже из видео в ТикТоке записал с вопросом. Вот, интересно просто, что люди напишут там, думают, будет, не будет, надеются, надеются, дают эту штуку. Но, какие-то подвижки типа в позитивную сторону, опять-таки, только пока что на словах, то есть, действия абсолютно никаких не видим, как бы, идут. Поэтому, пока желание явного, да, что, вот, я так сильно хочу вернуться обратно, честно скажу, нет, потому что, я понимаю, что, если вернуться, допустим, сейчас, то, явно, у меня будут проблемы, там, с теми же, там, правоохранительными органами, потому что, опять-таки, тоже, они действуют, потому что, аналогично, как бы, не соблюдая закон, там, с тем же, там, ТЦК, там, и так далее, и тому подобное. То есть, по сути, сейчас в Украине я являюсь каким-то, скажем так, бесправной личностью, которая, на самом деле, без какой-то, там, разрешения ТЦК, там, без справки из ТЦК, то, ну, абсолютно, ты ничего не можешь сделать, ни прописаться, ни купить, ни продать, и так далее. Знаете, как бы, да, есть один стих такой интересный в Библии, опять-таки, тоже, если у тебя нет определенной печати, ты не можешь, там, ни купить, ни продать, и так далее. Вот, по сути, я себя вот так вот сейчас чувствую, что я в стране, гражданином которой я являюсь, то я, на самом деле, я многих вещей не могу сделать, потому что, потому что мне нужно пойти, как бы, да, и чтоб меня, типа, заклеймили, как бы, да, вот, типа, как собственность, типа, что, вот, ты так, да, тебе там, что-то будет, там, решать, и так далее. Ну, я сейчас рассказываю, так, немножко, так, с улыбкой, там, со смехом, как бы, мне весело, хотя, честно вам скажу, вот так, если переосмыслить это все, и так вот серьезно, обосновательно подойти к этому всему вопросу, то оно абсолютно не серьезно, не весело, потому что, опять-таки, мой подвешенный статус, не только мой, а практически все, кто приехал по U4U, он меня очень сильно напрягает. Сегодня разговаривал тоже с одним другом, который вот находится тоже здесь в Штатах, но он находится намного дольше, чем я, тоже приехал по U4U, занимается бизнесом, как бы, и даже он говорит, как бы, что меня больше всего в этой всей истории напрягает, что мы в подвешенном состоянии, по сути, как бы, мы, ты можешь себе что-то планировать, пробовать развивать, но один прекрасный момент, то есть, что-то поменяется, что-то изменит, как бы, и все, как бы, то есть, все, что ты строил, все, что ты делал, то есть, ты все здесь оставляешь, тебя просят покинуть, как бы, эту территорию. и говорит, куда ехать, что делать, как жить дальше, опять начинать все с нуля, говорит, я уже просто не могу, я его понимаю, потому что у нас уже такая ситуация была, в Украине уже циклические, происходили какие-то там кризисы, там 2000-х годах, 2008 год, потом там 2014 год, то есть вот потом 2024, как бы, то есть мы постоянно живем в таком стрессе, постоянно живем в какой-то неопределенности, но там хотя бы, как бы, да, ты понимал, что ты там на n количество лет, на 5, 6, 7, 8, там 10 лет, ты можешь что-то себе там планировать, здесь, по сути, нет, ты ничего не можешь, ты, опять-таки, тоже с одной стороны, да, как многие говорят, США, там, демократия, там, права человека, там, свобода, это все, типа, как бы, топ, как бы, ну, то есть это все возвышенно, то есть это самое главное, что только может быть, вот, но когда ты смотришь на действия все, все это и ситуации, там, какие там настроения на руководящих постах и так далее, то есть ты понимаешь, что это столько, ну, все условно, что обычный человек в этом мире, как бы, то есть это, ну, ему только дают, как это правильно сказать, видимость того, что, что действительно у него есть какие-то права, а если даже там просто проанализировать ситуацию, в общем, в разных странах, даже, как бы, так называемых, деморактических странах, там, где же европейских и так далее, то есть иногда превалируют права, которые, ну, они просто, скажем так, немножко находятся в такой извращенной плоскости, как бы, а вот действительно то, что нужно, как бы, да, то есть то, действительно права человека, которыми человек должен обладать, которыми, которые он имеет, как бы, говорится, там, по праву рождения, там, и так далее, вот, то, к сожалению, как бы, они так искривляются, там, где-то не исполняются, где-то забираются, и ты с этим, к сожалению, ничего сделать не можешь, поэтому, что делать дальше, то, как вы думаете, то пишите в комментариях, как бы, мой сценарий пока что, ну, он такой, то есть я понимаю, что, если эта история идет к концу, то, наверное, учитывая то, что, опять-таки, тоже, возможно, нам придется покинуть территорию Соединенных Штатов, вот, то нужно, наверное, здесь сейчас, поскольку это будет возможно, максимально саккумулировать какой-то капитальчик, или хотя бы не растратить то, что у тебя еще осталось, потому что, если тебе придется отсюда уехать куда-то в другую страну, не факт, что в Украину, потому что я понимаю, что пока что, пока что в Украине я не вижу своего будущего, не будущего своей семьи, не будущего своего ребенка, вот, пока я не вижу никаких позитивных изменений, и пока что, даже если нам придется уехать отсюда, вот, это точно пока что не в Украину, ну, а там, соответственно, будем смотреть по ситуации, как я недавно разговаривал, то, с еще одним человеком, да, то, ну, мы по этому вопросу говорили, мол, типа, а вот, что если там закончится, там война, то есть ты там повернешься, я говорю, ну, я посмотрю на поведение, как бы, да, всех этих управленцев, там, всей этой ситуации, и по своей ситуации будут смотреть, если у меня будет возможность не возвращаться, и там особо ничего не поменяется, я, наверное, буду искать варианты, чтобы не возвращаться, ну, если, как бы, ситуация будет патовая, безвыходная, ну, уже будем выходить по ситуации, как нам дальше жить, и, соответственно, чем нам дальше заниматься, ну, в общем, ваше размышление, мнение, welcome, то под видео, в комментариях, там есть мой инстаграм, тикток, подписывайтесь, буду вам за это благодарен, поставьте лайк, нажмите колокольчик, это очень важно, и напишите комментарий, до следующих видео.